Август, время, когда в Брестской городской детской поликлинике номер один приходит такое большое количество людей, что входные двери не успевают закрыться. Многие идут за справками в учебные учреждения, а для того, чтобы получить документ, необходимо пройти определенных специалистов. Но пандемия изменила привычный порядок дел и упростила этот процесс. У каждого ребенка есть индивидуальный план на диспансеризацию, и согласно этому плану, в зависимости от возраста, мы даем направление на лабораторные методы, инструментальные и прохождение специалистов. В месяц рождения мы выдаем вот эти все справки, они годны в течение года, то есть на следующий год они снова приходят в свой месяц рождения и снова мы даем их на год. В течение этого года они проходят всех специалистов, которые им нужны по плану, и лабораторные, инструментальные методы исследования. В данный момент, несмотря на ограничительные мероприятия, в поликлинике активно выдаются медицинские справки о состоянии здоровья детей. Данные справки выдаются на основании медицинских осмотров, проведенных ранее. То есть каждый ребенок в течение года, в месяц рождения должен был пройти медицинский осмотр. И на основании этих данных выдаются медицинские справки о состоянии здоровья. Хочу напомнить родителям, что данные медицинские справки выписывает участковый врач-педиатр. И необходимо в первую очередь обратиться либо в регистратуру, либо непосредственно сразу к своему участковому доктору. Но несмотря на упрощение процесса получения справки, врач-педиатр проводит тщательный осмотр. Такая процедура необходима, потому как благодаря этим медицинским справкам можно определить группу по физкультуре, проследить за физическим развитием, назначить парту и ряд, чтобы ребенок не напрягал зрение и не отвлекался от школьного предмета из-за неправильной рассадки. Во всем этом помогает справка. За этим важным документом в детскую поликлинику пришла и Алиса Агаленко, которая решила поменять обычный класс на профильный. Я пришла для того, чтобы получить справку для перехода в другую школу. Раньше я училась в 17-й школе, в 7-го класса. Сейчас перехожу в 8-й класс, в школу номер 28. Паралисовский класс, науклон математики. Врачи советуют всегда держать руку на пульсе и следить за состоянием здоровья детей. А плановые осмотры, которые необходимо проходить раз в год, поможет сохранить здоровье надолго. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.